Итак, всем привет! Сегодня я хочу рассказать свои впечатления об игре Space Land. Случайно я где-то на скриншотах обратил на эту игру внимание, мне она прям понравилась. Своей стилистикой, атмосферой своей. Наиграл я в эту игру уже 4 часа или даже более, ну наверное в районе 5 часов. Игра представляет из себя пошаговую стратегию. Я люблю такой жанр, эта игра относительно спокойная, тут не надо дергаться, тут не надо прыгать, надо просчитывать свои ходы. Можно сказать, что это шахматы в таком космическом мире. Начинается все с того, что мы подходим к этой станции. То есть вот мы здесь приземлились, прилетели спасать каких-то военных, попавших на вот эту космическую базу. Они прилетели для каких-то там целей. В общем, это такая помесь чужого, Горький 17. Очень такая хорошая игра, очень атмосферная. По ходу действия мы открываем новых героев, мы можем обновлять свое оружие, создавать новое. Там находим чертежи, создаем броню, потом можем улучшать. Выбираем нашу команду, то есть вот команда у меня, судя по всему, уже открылась полностью. Мы прилетаем сюда двумя рейнджерами. По ходу мы находим себе целую команду. Тетку, дядьку, старика. В общем, как это, в лучших канонах, да, всех вот таких подобных игр. У нас есть команда, у нас есть обмундирование, у нас есть какой-то незамысловатый сюжет, есть уровни достаточно интересные. Кстати, я вам хочу сказать, да, они достаточно интересные. Сначала играем на поверхности, а потом мы спускаемся куда-то в подвал. Сюжет нас разворачивает о том, что тут, оказывается, были какие-то подпольные производства, все это заброшено. В общем, игра очень мне понравилась. Я прям в нее прям вот залип. Иногда бывают игры, когда ты прям вот залипаешь в игру и не можешь отлипнуть. При этом эта игра может быть не очень долго, но проходишь ты ее прям с каким-то прям диким удовольствием. В процессе прохождения герои нашей команды не умирают. То есть, если мы умираем в уровне, они не умирают. Но вот всякие бонусы, которые нам даются за количество ходов, за которые мы закончим, за количество тех, кто умер, не умер. На уровне даются бонусы в виде оружия, жизни. Там у нас есть медик, который может лечить. На некоторых уровнях мы можем формировать свой отряд. Представлены более сильные юниты, которые имеют, например, меньше боезапас, но они более точные. Есть более слабые, но более юркие. У каждого из юнита есть определенные свои способности. Эта игра не обделена балансом, поэтому однозначно я вам рекомендую ее поиграть. Где-то в инди играть, где-то совсем не в ААА. Но мне эта игра очень понравилась, и я прямо в нее играю с большим удовольствием. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Всем спасибо. Всем пока.